Я люблю театр в Таганске, поэтому мне понравилось. Высоцкий, воспоминания. Печенье. К сожалению, мы не видели спектакль, но творческое состояние транса, я бы так сказал. Разрушение концепции каких-то привычных, работа подсознания. Это понравилось вам? Ну, такой процесс изменений, он не всегда приятный, но он полезен. Мастер-класс актерского мастерства. Это хорошо? Ну, мне хорошо, поскольку я актриса, интересно. Ну, я поняла, что я не совсем в той среде кручусь, чтобы понять, про что. Ну, потому что я так понимаю, что это тронет душу, кто варится в этом. А обычному зрителю? Обычному зрителю будет тяжело, честно говоря. Потому что зрителю обычно его нужно дергать. А в этом спектакле я даже засну. Один раз. Спасибо за чисто. Когда там несколько раз случилось одно и то же, одно и то же. Вот, я сначала пыталась там напрячься и понять, там, взряло было, что он там. А потом сон меня накрыл. А почему, объясните. Ну, что он тяжелый. А зачем его надо было делать? Вопрос. Вообще. Зачем? Любимый гений. Это все знают. Его постановки потрясающие совершенно. Время его ушло. Не ушло. Послушайте, князь Игоря. А вот это вот, что такое было? Я не поняла, честно сказать. Я 12 лет хожу по спектаклю, я не поняла, что это было. Что? Попытка чего? А когда вы шли на спектакль, вы чего-то ожидали? Я ничего не знала. А что я ожидала? Было интересно. Сказали про доброго человека из Сезона. Размышления или какие-то еще что-то. Ну, просто было интересно посмотреть. Почему я это сделала? Трудно сказать. Не знаю. На право, мне кажется, обречено. Все обречено на право. Не надо. Анализировать любимого. Надо смотреть его в спектакль. И все вы поймете. Анализировать его не надо. Просто идите и смотрите. Я очень понравилась. А чем понравилась? Понравилась, потому что, мне кажется, нужны вещи про механизмы воспроизведения, воспроизводимости вообще спектакля. Про реконструкцию. Как вы думаете, обычному зрителю будет интересно? Или человеку, который как-то занимается театром? Ну, кто такой обычный зритель? Ну, вот многие говорили, что им показалось неинтересным, потому что они... Им просто неинтересна эта тема. А вам? Мне интересна эта тема, потому что мне интересен театр, как бы механизмы театра. То есть не то, что мне интересен какой-то сюжет, например, или истории, поэтому я иду в театр. Или просто форму. Мне просто интересно, как это существует. Как это может продолжать существовать сейчас. Ну, как это сейчас у нас. Как вообще возможно воспроизведение этого. Меня всегда интересовало. Мне казалось, что это невозможно. Спасибо. Мне очень понравилось тоже. И вот, отвечая на ваш вопрос, может ли это быть интересно обычному зрителю, мне кажется, что да. Потому что, мне кажется, он вызывает желание как-то понять, что существовало вообще до того спектакля, который, может быть, можно увидеть сейчас. Ну, какую-то новую постановку. И понять, что, не знаю, глубже и интереснее, чем, может быть, показаться в начале. Просто немножечко для людей, которые не очень интересуются театром, мне кажется, он может заставить их заинтересоваться. Вот. Так что, да, по-моему, очень удачная постановка. Мне кажется, что он может быть скучным. Он может быть скучным очень. Ну, то есть я очень прошу могу представиться людей, которые очень скучные. Да, 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 конечно. Там же очень много еще таких текстов интересных, что происходило вокруг этого спектакля, в чем его особенность. А для человека непосвященного это как раз и важно. Потому что, когда ты видишь голый спектакль и не знаешь, что было вокруг него, ты можешь здесь сильно заскучать. А здесь, мне кажется, этот спектакль он дает это понять, потому что вот этот вот текст, который зачитывают актеры, он как раз немножечко погружает тебя в среду возникновения, ну, во время возникновения этого спектакля, в то, что вокруг него творилось, и, мне кажется, вызывает интерес дополнительно. Ну, ты же понимаешь, что многим это очень скучно. Ну, как бы это же очень скучно может быть. К сожалению, это может быть скучно кому-то, но не мне. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!